здравствуйте многие наши пенсионеры едут на дачные участки в надежде заработать на прибавку к пенсии глядишь выращенные излишки овощей можно продать и себя обеспечишь и денежкой какой-никакой разживешься да еще и почти бесплатно можно забить до отказа закрома разными вареньями соленьями при нынешних кусачих ценах на все это в магазинах дело очень нужное но немногие владеют агономическими знаниями а потому стараются в надежде на высокие урожаи восполнить это пробелы различными курсами которые у нас в обилии проводятся во всех садоводов для всех желающих в городе где подробно рассказывает что когда садить какими удобрениями нужно пользоваться как правильно организовывать дачные 6 соток казалось бы идиллия а вот присмотревшись обнаруживаешь интересную особенность все курсы проводят коммерсанты который на них формирует так называемую лояльную массу покупателей в сетевом бизнесе это называется теплый рынок это люди которые можно потом в дальнейшем втюхать все что угодно благодаря этому люди стали тратить деньги на различную экзотику которая не растет в наших условиях а выживает не давая ни урожая не обещанного эффекта даже если вырастают яблоки или вишни под архангельском но они все равно будут недозрелыми мелкими ну не тепла не солнца в наших краях не хватает им а все эти саженцы почти ежегодно вымерзающие стоит-то немало а посмотрите на повальные увлечения металлическими теплицами помимо того что они стоят по 20 по 30 и больше тысяч рублей такие по словам ведь агрономов сделаны абсолютно неправильно и нужного растениями эффекта не приносят как говорят знающие люди самые лучшие теплицы делаются из старых застекленных рам в обилии выкидываемые на свалке и дешево и экологично посмотрите на обильно предлагающиеся у нас на севере семена кукурузы подсолнечника других южных растений даже тутовое дерево продается наш климат им противопоказан потому и не вырастают они но коммерсант втюхал пенсионеру пачку таких семян денежку получил потом объясняет дабы это растение выросла ты еще купи эту вытяжку ту настоечку опрыска этой болтушечкой а каждый товар стоит денежку истощего кошелька пенсионер чека что же делать как жить дачнику как ему заработать на своих сотках выход как всегда прост надо отказаться от всех этих различных новомодных штучек и выращивать на огороде только то что хорошо растет и давно проверено в наших условиях что пользуется постоянным спросом лучше всего при этом договариваться и объединяться соседями потому как если вы желаете заработать нужно знать что продать легче большую партию товара чем маленькую растить картошку сегодня нерентабельно за исключением тех случаев если у вас есть на нее постоянные покупатели сегодня не хватает морковки свеклы капусты растите их они идут весь год на расхват во всех магазинах столовых где угодно а картошку вы купите умение предприимчивых соседей что касательно удобрений в магазинах их полно стоит они немало но так ли уж они эффективны значит наши почвы в основном слабокислые и глинистые а в кислой среде как все в принципе знают эти удобрения не действует лучшее удобрение для наших условий обычный навоз но мы пришли сейчас к тому что навоз нынче днем с огнем не достать не держит нынче люди домашнюю живность если раньше детей отправляли на дачу или в деревню попить свежего молока там свежих яиц покушать так теперь этого счастья не найти опять же предложение одна коровка может ежегодно обеспечивать навозом от пяти до десяти наверное дачных участков а стоит она как мы уже выяснили неэффективная теплица может быть пришло время объединиться дачникам покупать животных в складчину один коровку или коз купит курочек остальные у него гарантированно навоз творог молоко значит яйца покупают и всем хорошо в целом еще раз хочу отметить проблемы дачников ровно такие же как и у селян главное это отсутствие кооперации и взаимодействие соседями сейчас весь мир идет по пути специализации и нам тоже нужно двигаться туда же пускай каждый дачный кооператив специализируется на ком-то своем местном продукте один будет выращивать морковь другой будет выращивать капусту третий лук а мы у него организуем закупки оптовых партий садоводы получат ощутимую прибавку доходом область получит качественный местный продукт выращенный с любовью и безвредных химикатов путь к этому один сельская кооперация они мы поговорим в дальнейших передачах спасибо с вами был михаил силантеф